И здравствуйте, дорогие друзья, наконец-то, наконец-то настал этот замечательный момент, этот момент святого возмездия против организации Exold, которая попила бездну моей крови и била кучу наших солдат. Наконец-то мы вычислили, где находится их штаб-квартира, и сейчас наша команда отправляется выкорчевать эту заразу, сговорившуюся с пришельцами против человечества раз и навсегда. Я уже сформировал команду с вооружением, значит, у нас два меха, Максим Мундадым и Эрнест Кэрри. К нам присоединился сержант Эдвард Зомби в форме воскрешённый, у нас Флэш, скаут Земф, одетый в самую передовую броню Титана, потому что он Медик, ему надо жить и хилять. Родион, наш второй скаут с полуснайперским оружием специальным, потому что мы будем штурмовать здания, длинных у нас каких-то больших дистанций не будет, поэтому нам полноценная снайперка здесь не очень, наверное, будет удобно. Ну, я так решил. Карту я, в принципе, помню, но именно в Лонгворе я никогда вообще не атаковал их золотовую базу. Понятия не имею, чего там ждать. Да, и Родион, собственно, собран исключительно в такого дамагера. У него высокая мобильность, с этой снайперкой можно перемещаться и в тот же тур стрелять, так что он такой будет средней дистанции товарищ. Его высокая мобильность поможет менять ему точки, позиции, чтобы вести огонь эффективно. Скиперборода у нас будет ракетчиком, чтобы разносить все к храм. Тяжелое вооружение. Единственное, что я думаю, может быть Stormgun ему дать, потому что мобильность, конечно, вставляет желать лучшего. Да, все время, все время хочется что-то поменять и сделать получше. Очень хочется, но будем выкручиваться, как есть. И кача, как обычно, поведет сбой. Кача у нас уже полковник. Перк за полковника взят, плюс 8 точности всему отряду на миссию, что очень сильный баф. Эйз, который лагает. Он у нас в New Age, так назовем, корсарской брони. Это легкая броня из нового поколения брони. По статам она дает то же самое, что Aegis. Это наша старая тяжелая броня, но в отличие от нее дает 10 шансовое снижение на 10 точности пришельцев, 1 мобильности и хук, которым можно залазить на крыше, крюк закидывать. Ну и, собственно, ваш покорный слуга в качестве второго медика со вторым комплектом медикитов. Так же, как псионик в данном случае. Но против золотов псионика как бы не работает особо хорошо, потому что у них обычно генетически модифицированные мозги. Мы-то понимаем, что промытые пришельцами. Но там, скорее всего, будут пришельцы. И вот против них псионика может затащить. Второй наш псионик сильнейший в отряде эйс. И затем неплохой псионик скипер. И так, в принципе, все. Ну, флэш еще в какой-то мере, но у него больше только суппортовый один скилл. Он еще не успел накачать свою псионику. Зомби форма Эда, к сожалению, пока не поддерживает псионические способности. Но мы будем работать над этим. Ну что, от слов к делу. Полетели. Прямо у нас под носом в Европе, оказывается, была штаб-квартира. Да, хэви-резистанс мы и правда должны ожидать. Очень-очень хэви-резистанс. Это экзолт. И у них куча генетических модификаций. Многие такие же, как у наших бойцов. Большие возможности по использованию оружия. Много взрывчатки, поэтому большой размер отряда может быть проблемным в плане менеджмента нашего расположения. Как вы видите, мы на вершине небоскреба. Собственно, пентхаус у них тут. Площадочка для вертолета. Спасибо, ребята. С этой миссией можно эвакуироваться, но мы, разумеется, делать этого не будем. Так все, в принципе, просто. Вот это здание достаточно большое. Тут будет два прохода по сторонам. Один идет вот сюда, к главным залам. Второй идет вот сюда. Ну и, собственно, толпы, толпы этих засранцев. Есть возможность обходить по периметру, но я думаю, что я не буду его пользоваться. Буду держаться более-менее вместе. Поделю отряд на две части и буду входить внутрь. Значит, для начала нам нужно как-то адекватно занять позицию на входе. И раздести здесь все к чертям. Так, что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять. Блин, вы видели этого пацана? Видели его хп? Я видел. Это было до хрена хп, я вам скажу. Просто вагон. Так. Окей, как мы это будем делать? Во-первых, я не хочу с ними сражаться на их условиях. Я хочу, чтобы они бежали ко мне лицом своим. Родион, наш полуснайпер. Надо грамотно занять позицию. Приготовиться к бойке. Так, Родион отправится сюда. Я очень хочу, чтобы они из этой комнаты выбежали сюда. Я тут разнес просто все взрывчаткой. Не особо церемонясь. Собственно, первым ходом Эрнеста будет то, что когда я отведу этого меха назад, без боли зрения, я просто гранатой снесу вот эту стену. Чтобы все вот это простреливалось. Так. Танковых ребят мы можем поставить на передний край. Эйса мы, наверное, спрячем вот здесь в засаде. У нас ИСАЛВ, воин ближнего боя. Так, Земфа мы поставим вот сюда. У меня рисковало она, на самом деле, качу здесь ставить. Слишком близкая дистанция. У меня выбора особо так немного, на самом деле, по поводу укрытий. Так, Эдвард у нас присядет вот здесь. Надеюсь, здесь ничего нету. То есть я не стриггерю случайным взглядом. Половинчатое укрытие, но что делать? Просто угол обзора должен быть хорошим. Флэш наш скаут. Должен будет, если что, врываться туда. Снимать овервочи. ПП у него маловато, конечно. Так. Дай я посажу себя. Дай я могу посадить скипера. Скиперу нужна хорошая позиция, чтобы вот прострелить здесь, если что, ракеты в этих. Приколицы. Можно, конечно, сюда скипера посадить. В принципе, у него точно будет возможность выстрелить ракеты, но мне что-то не нравится. Вот эта часть вообще не нравится. Ладно, ты будешь здесь скип. Флэш. Флэш наш скаут. Флэша поставим вот сюда. А эту трубу типа нельзя перепрыгнуть, что ли. Вот такой новый прикол. Поставлю за половинкой, но зато не будет у них возможности зайти во фланг. А, нормально, все, перепрыгивается. Отлично. Так. Себя надо отвезти в сторону вот сюда. Все-таки медик, в первую очередь, и псионик, и боец какой-нибудь. Блин, надо было сюда садить Родиона. Сюда Эда. Качу сам сюда. Она пожирнее будет. Боже, если бы она меня услышала, она меня такое вот устроила. Правильно бы сделала. Ладно, ее уберем вот сюда. Позиция не самая, конечно. Зашибить. Зашибись, вода. Так. Мехи должны танчить в первую очередь. Но желательно не какую-нибудь там взрывчатку лицом. Блин, вот сюда гранату кинут, тогда зацепят. Ну, что поделать. Так. Убираем вот это все. Отлично. Мы убрали часть укрытий. Мы, правда, подожгли вот эту стену, что совершенно не входило в мои планы. Вообще, вот просто вот никак. Дырку пробили здесь. Стена начнет обрушиваться к Эду. Блин. Земфо подставил по сути. Земфо, правда, выстрел может сделать с этого всего. Ладно. Земфо Титан Армор, в принципе. Он еще и попал. Плохенько, конечно, по дамагу. Земфо попал. Стэди вэппин. Ну, этот парень сам себя полечил. Как бы хорошо он тур потратил. Если только у него нет перка парамедик. Но вроде нет. Вот сейчас чувствую, что их повалят пачками просто. Я, как бы, переживаю за всех этих ребят. Практически... Ух ты, ап... Это Мутон Элит. Это Мутон Элит. Это Мутон Элит. А какого хрена это Мутон Элит? Ну, мы его вроде бы не стриггерили. Вроде бы мы его не стриггерили. Правильно ведь? Так. Парень, так и думаешь там стоять в своем дыму? Я рискну еще один ход. Постоять, наверное, в лочи. Я очень не хочу, чтобы оказалось, что я стриггерил Мутон Элита. Мутон Элит из их параметра могут оказаться огромной проблемой для меня. Парень куда-то убежал. И, скорее всего, влево пошли вон туда, через окно. Вот это и был звук разбитого окна. Хотят обойти меня, типа, сбоку. Но мы их там ждем. Дисейс. С той стороны незащищенный. Так. Снова медика мне показывают. Вот тут стопудово они прошли. По-моему, тут вот стекло разбито. Хотя непонятно совершенно. Не, вроде стекла целы. Родион, да как ты его до сих пор не видишь? Так, а если придется отводить, потому что тут стенка рушится? Совершенно не в моих интересах. Ладно, пробуем еще один тур на Overwatch посидеть. Я не понимаю, почему они не хотят ко мне двигаться. Стадивап, чтобы они не боялись сюда забежать. Думаю, что у меня Overwatch. Ага, грустятся стены. Ну давайте, ребята, у вас же там пак. А возможно этот мутон, кстати, с того пака был. Это то и было с кучей хп, что я видел до этого. Хотя не, он не успел бы туда сбежать. Это отдельная стыковина была. Да. Эд. Эд сломал стенку. Плохо. Ага. Значит он уже стриггерен этот мутон. Тут плотный дым, поэтому я и не особо хочу сюда врываться. Жду, по сути, когда дым испарится. А шо, теперь мутоновый хотите сказать, никто нифига не видит, да? Хе. Забавно. Так, это сейчас поработает у нас активатором линии огня. Надеюсь, что он все вот это сломает, гранатой все-таки. Конечно, гарантирование ракеты пускать, думаю, это, конечно, отстачительство. Пусть даже мутон элита, но одного. И мы до сих пор его не видим, господа. А, не, Мунда видит. Почему-то Родион не видит, нифига его. Давай. Хорош. На. Это таки был не стриггереный. Представьте себе мутон. 91% нормально. Ой, Родиоша, молодец. Прищучил. Какой рыжий, злой. Так, ну, минус 1, ну, тонн элит. Так, это был Ипзолт. 30 хелсов, то есть, как у моего Меха. Причем топов, это уже третий киберсьют, третьего левела. Отлично, скипер, эрнест, скипер попал. И эрнест попал, мы ракетчика выбили. Хорош, хорош, ребятки. Минус 1, все правильно. О, а в кого ты палишь? А в кого ты такой наглый палишь? Здесь просто ад. Так, ну, мутон элиты, это на самом деле очень неприятные новости. Я их еще даже не встречал у себя на миссиях. Ага. Считай, они валят, валят какими-то разрозненными кучами. Это как-то не здорово. Так, ладно, я думаю, мы переходим потихоньку в атакующую садию. Ну, блин, я боюсь, что здесь еще что-то есть, и я вот это с триггерю его. А где вот это что? Упс. Вот это была ошибка. Тупо повезло, что нас за нее не наказали. Элит-медик. Так, ну сюда может залететь эйс и устроить им. У флэша есть классная, на самом деле, обилка слияния разумов. Где у нас там эйс? А он эйс я не видит. Печаль. Ладно. Так, у нас есть возможность огнеметом пожечь, но только одного парня. Или раздолбать вот эту стену и встретить за ней кучу ребят. Что мы и будем делать? У нас куча взрывчатки, использовать мы ее будем для того, чтобы лишать противника всякого укрытия. И устраивать им многие вечеринки. Почему поле перемещения нет? О, появилось. Так, а мы вообще интересно, пишем или нет? Да, нормально, пишем. Ну то я уже что-то перепугался, что у меня слишком все быстро работает. Так, Родион. Отлично. Видишь, кого видишь? Ракетчика. Там два медика сидят. Ракетчик и обычный прихотник. Давай, Родион, холотаргетинг заодно. Ой, хорош. Ой, хорош. Сделал то, что надо было сделать. Земф, кстати, может его добить. Да, Ракетчика выпиливаем сразу, потому что это большая угроза для нас. Как в тире. Как в тире земфу. Так, окей. Дальше. Кто у нас? У нас этот укрытие до сих пор в дыму. А ты без укрытия. Привет. Скипер, объясни ему. Скипер объяснил, но... Не дообъяснял. Хочу ли я рисковать эйсом забегать внутрь? Учитывая, что укрытие-то тут. Я могу рискнуть, в принципе. Со скоростью смерти. Да, со скоростью смерти именно эйс. Но я хочу дать майндмердж на него, потому что у нас есть единичка дэмэдж редакшена. То есть наш майндмердж, в отличие от эллиновского, не дает хелсов дополнительных, но дает крит шанс, дэмэдж редакшен и волю. Надеюсь, тут никого нет. Ух ты! А что за пати здесь таких размеров? Вот это, кстати, я плохо забежал. Так, три медика? Серьезно? Не, это обычный оперативник. Вот он и умрет. Ну вот с этим годовьем мне надо еще как-то справиться на самом-то деле. Так, ну здесь мы можем помочь нашему эйсу. Я, конечно, немного рисканул посол там своим. Вопрос к Максиму. Окей, вопрос закрыт. Эдвард. Корова. Уж не Эдвард ли это? Блин! Жесть. Как так вышло? Не спрашивайте меня. Вот это вот очень плохо. Сколько у них хелсов. Так, это кто? Это... Это... Снипер. Приятного мало. Обычный. Обычный оперативник. Обычный. Ну это все элиты, понятное дело. Но... Типа ракетчика нет. А что если вот так? Ну мы запаникуем одного. Нанесем дэмэдж. Начнем прожигать стены. Это все, конечно, звучит неплохо. А что мы типа гранату туда закинуть не можем? Вы что, издеваетесь надо мной? Серьезно что ли? Мы не можем кинуть гранату через долбанное окно. Какая-то безумная машина по чистке дороги там вводит на улице. Не, вот это, конечно, беда. Это беда, ребята. Отлично. Хоть так. Это не отлично нифига, на самом деле. Это вообще никак не отлично. Тут бы хорошо эдам еще кинуть туда гранату. Потом еще всеми походить. Но эда просто за это... Опять я эда взял на миссию с их золотами. Блин. Зарекался же. А, ну ты видишь паникующего пацана, да? Что-то показывает, что он не паникует. Не паникует. Ага. Наверное, в очередь. Так. Сейчас мы можем кого-нибудь потерять здесь. Но если они должны. Кстати, ему так и дали, что ли, бонусный хелси? С майнмершем. Так. Окей, они бьют мех. Максима. Это все терпимо. О. Пацан встал, что он ни черта не видит. Так. Катя, попади. конечно он все равно скотина попадет в кого-нибудь у них часа им запредельный или граната кинет он супрессит эйса то есть подавляет огнем снижает точность не позволяет двигаться на верующий бесплатно потому что у него им сильно порезался из-за ранения такого тяжелого так второй мех получил дэм еще кто-то там стадион а это что еще и откуда она взялась все кто это командор это как вообще так есть держишь у тебя же крыть этом есть так этот ушел да укрытие есть весь но вот этот пацан мы сейчас ничего не сделает окей так мне надо вот с этой драниной разобраться при этом как-нибудь исключительно эффективно наш шанс попасть по этому маленькому за страну крайне неэффективный шанс попасть я я назову это вот так радион а ты можешь пробежаться и выбить его а а рейндж слишком близки надо было вот этот сектоит командор этот блин огромная проблема на самом деле попробуем его выбить просто заставив а еще и крита 0 ну как бы дэмэдж моему нанести нанесли даже заставили сменить позицию просто к что нам это даст так но мехов придется дальше подставлять другого варика у меня особо нет блин я не хочу разревелить еще какой-нибудь а 3 хп дает майнд мерш нам но на один тур почему потому что за дистанция или за то что пацаны друг друга не видят и никогда еще не пользовался толком этой биткой блин он же не попадет скорее всего вейс забить на этого клоуна ой хороше эрнест кэрид окей так ваня 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 иван да скорее всего нас майнмерш спал потому что мы ухты когда я выбираю ванна почему-то тормозило сильно это он этого видел знать бы прикуп одетом пацан чтоб наверняка почему подтормаживает у меня так сильно я не понимаю блин и он попал естественно да есть ты в порядке я очень на это надеюсь блин это очень-очень и очень плохо флэш выручаясь а если тебя надеяться там еще один стоит вот здесь и скорее все за флангой это если изи остается надеяться только то что ему не хватит плохая на самом деле это это очень хреновый план который начинается со слов остается надеяться причем снайпер тут уже домой как бы прокачены так мех нам надо убрать этого сектоида от нас прошу иначе она делает делов мы просто огнеметом шуганем заставим паниковать да он запаниковал отлично все на пару туров о нем можно будет забыть алё да ладно только не говорите мне что игра юж дивизию вот вот поэтому я блин запарываюсь с сейвами да да это за весом а ну я сейчас загружу авто сейв и сделаю те же самые ходы такие у меня были до этого чтобы так сказать все все по-честному разыграть иногда конечно это ведет к другим результатам иногда но скорее всего все будет точно так же практическим так начал я ход с того что я взял эйса которому тут супресс наш пресс поставил вот сюда а стоп сначала я радионом выбил парня на оба хочу это у него за поле такое интересное ну-ка подождите он как лидер идет у него перки дополнительные есть хитама ганслингером дисторшн филд союзники вокруг в кавери плюс 10 дефекциями лол вот этот и прикольный так нам повезло и не повезло мы не попали но пацан без кавера остался что теперь сейсом будет да то же самое 5 дэмэджа странно почему там защита от сейв лода не сработало но иногда это бывает по неизвестной мне причине все равно бывает лё о мы промазали эйс вот так вот игра меня закат наказывает за то что она зависла красота правда да все все пошло очень плохо называется а и мехом я пошел сектой додавить в итоге огнеметом прикол в том что я тут мехом по-моему я его не достаю да в этот расход пошел гораздо хуже чем вы этого так что блин все намного хуже чем хотелось бы мне ну единство что мерк выбил тот дамаг которого не выбил родион только не говорите мне что это опять типа сектует этот не умеет паниковать да типа не имеет права красота что я могу сказать красота просто супер будем переигрывать в очередной раз этот ход вот эти вот эти вот баги которые в моей версии лонгора до сих пор еще присутствует ну возможно присутствует и уже в релизе самым последним очень раздражают бесит короче огнеметом поэтому пацану бить нельзя ну да типа попали толку так дальше кто у нас там на очереди был эйс в этот раз ему выбили на единичком меча а это что за что это за фигура такая а это трупы такие гляньте на это что это они превратились в долбаные статы окей то есть это был шот 98 процентов эйс промазал в прошлый раз окей нам лакнуло прокнуло повезло и вообще все было зашибись а этот сюда должен бы видеть его а что толку так 56 процентов шанс попасть а у него лоу профайл небось да то есть если я разрушу даже гранаты вот эту штучку мне это ничего не даст но это есть холо таргет поэтому я выстрелю о еще и попал зашибись так меха я хочу попробовать направить вон в тугущую событий и устроить интересно какой шанс майндфореннессе 0 процентов так это запредельный показатель воли так скипера бракету вот конечно вот сюда бы жахнуть но мне надо разобраться с этим парнем не только потому что он у нас он нас со спины обошел по сути но в первую очередь потому что он может захватить кого-нибудь под контроль и это будет просто катастрофа самая реальная причем катастрофа пожалуйста попади не ну попал да а никто ж не спорит так скажите мне что я могу убрать этого сектоида с картины этот паникует смысла нет ради него возиться а крест лица полное укрытие здравствуй модный это перформанс я понял это не атака базы мы устраиваем перформанс или как бред честно за но сюда встану я по-любому что-то с триггерю там снизу мне нужно вижу на происходящее в комнате чтобы вторым мехом я забегал и огнеметом жёг уже с головой так скажем да да брэдфорд ты завидуешь что у них есть клевые скульптура у нас нет можем любить этого я хочу вот разобраться с этим долбаным снайпером не он совершенно здесь не нравится стоп прежде чем мы это вообще сделаем конечно понятно что с тобой бухлоземв а кто если не ты бухлоземв понял ну я надеюсь что ты понял давай земф на тебе сейчас очень большая ответственность ладно действительно дерьмо не хочу тратить ракету но единственный шанс гарантированно вальнуть эту тварь это это долбануть ракетой вот так да шредер ракеты она которая прорезает броню цели но дамажит по слове мощный заряд мощный заряд скипер взял это такая просто трата ракеты на самом деле ужаснейшая трата ракеты ну что поделать так так а достанем ли мы отсюда огнеметом по нему вопрос ну то он решил перформанси поучаствовать 3 4 5 6 7 теоретически 8 клеток но рассчитываем на 7 1 2 3 4 5 6 5 а идея должен достать о а тебя я тут не ожидал увидеть вот это я этот момент пропустил плохо посчитал пацанов но ничего зато огнемет не так жалко на одного парня будет тратить потратим на двоих я надеюсь вас то паниковать можно заставить фу спасибо априши так и вас убираем тоже в панику потому что я не хочу сейчас никаких забеганий к себе не нужно мне сейчас фланговых атак никаких так разогрелся ноут вообще конкретно конечно запись этой миссии овервотч у них у снайпера больше хп чем у нашего самого расстанкованного эйса о привет патча пацанов ой большая патча пацанов кстати привет получи в лицо лазером как они прочувствовано встали у них такие позы одухотворенные даже не знаю это прикол конечно с этими трупами впервые такое вижу так так ну да 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 ты с фланга по эйсу вальнишь тройка ты в порядке эйс молодец железная морда надо будет тебя переименовать айрон фейс эйс эйс айрон фейс звучит же полностью звучит так обратно к нашим проблемам потому что это все далеко не закончено на самом то деле так как я хочу со всем вот этим вот набежавшими по наехавшими справиться я могу тупо разломать тут все ракеты опять же мне нравится идея ломать все нафиг тем самым лишить их большей части их укрытий шот из блок мне не очень нравится а ну мы в стену ну по нему мехи сейчас там пойдут развлекаться конечно их там бить будут больно скипер может конечно чутка промазать у него 2.6 клетки скаттер ну я буду верить в скипера давай как хорошо что эту ракету багнуло и она не нанесла дэмэдж как хорошо это было отстойно даже сказал это было крайне отстойно перформансовые пацаны так эти пока что подчеркиваю пока что они куют у нас есть огнемет господа майн дарлингс а это дэшится придется а не не придется иду на точку пока все это чешуям паникует в принципе все нормально но у нас уже огнемет кончился с такими темпами расходов и 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 бить по паникой ну да цели так паникует о чем ты надо начинать их отстреливаешь они скоро с паники начнут выходить тихой грусти да в кем я стрелял откуда у меня дополнительные ходы ready for anything типа а вот оно как вот забавный баг кстати впервые его вижу короче прикол в чем у меня есть перк ready for anything который в случае если я не двигаясь стреляю в начале своего хода то есть ничего не делаю только стреляют делаешь выстрел я автоматом выхожу на овервотч но есть забавный бакс связанный с грейдом на патроны я несмотря на то что у меня есть патроны я не могу встать варвер watch потому что вот этот дополнительный выстрел с апгрейда он что-то не считается и теперь мне взамен просто дали целый ход что же бак да я скажу что это не бака фича и перезаряжусь так продолжаем отстреливать потихоньку этих паникующих товарищи ибо а что еще делать остается если бы вот того засранцев за наказывать сюда этот пацан зашил дин я будешь сойдет для сельской местности тупо продолжает стрелять мы можем каша кинуть ради одного пацана кина слеповуху это кто бред нужно помочь айсу нужно пробить вот этого парня можно убить вот этого парня да флэш давай не флэшом немного рискую здесь конечно все это дерево это явно ненадежно дерево это кресло явно ненадежное укрытие сидеть за ним так смело два часа может нам кого-нибудь убить о снайпер 100 процентов хит шанс сто процентов креда быть добра милая моя солнышко лесной а со советы мех 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 добра блин а вы да тут и вылезти то некуда хорошим дальше цвей сразу что куда дышится все горит бывает разваливается на части это уже даже не укрытие так флангнуть могут быть если бы я мог сюда зайти без дэша это было бы так прелестно товар не остался еще максимум да так а вы же паникуете да если мне память не супер медик боже двадцать три хп двадцать три ну вывоз моих мехов тридцать один у него двадцать три да вы издеваетесь надо мной ребят ладно двадцать три не двадцать три а механическим кулаком в лицо больно будет двадцать три иду в рукопашка давай-давай-давай шестнадцать не убили паникует паникует реген феромоны у него паникует справа сейчас еще пак на меня выскочить будет весело так этого пацана мы заставили отступить собственно весь кайф в том что да мы обошлись фланга и тем самым заставили отступить они не будут бежать туда вот не ну они будут бежать вон это двинулся туда но он хотя бы не зайдет с фланга окей нам дверь вот этот пацан меня волнует а тут еще и снайпер нэээ прости интернет а не в порядке вот этот пацан меня волнует оп-оп хоп-оп-оп он два хода использовал ну амбигиг своим да хрен с тобой можно захиливаться там главное так они там еще и регенят хелса главное что у нас есть в порядке живенький так нет ты у нас снапшотер то есть можешь двигаться и стрелять поэтому мы эту тему абьюзить будем мне интересно майндмёрш будет ли меня лечить как эллияна флечит я не хочу становиться сюда потому что внизу по-любому какая-нибудь дрянь я ее триггерить просто не желаю поэтому мы подойдем чуть-чуть сделаем перезарядочку так флэш давай протестим у нас 11 хп сейчас без без майндмёрджа майндмёрдж с нейсом в любом случае хорошая тема крит на пасаул то бафать это всегда круто вау мы получили 6 хелсов 3 хилных и 3 бонусных то есть мы их сохраним да я майндмёрджа с каждому своему новому солдату буду делать еще издеваетесь жимба я не знал об этом блин фигню качал короче так вот этого качества в мир боли страданий вот этих можно просто как гусей расстреливать то что они там паникуют и для нас не представлять никакой абсолютно угрозы просто тиру строим здесь кто возьмет килл тот возьмет да да нужны боеприпасы дерьмо блин я иду забыл русский язык поставить зомби он зомби есть не интегрировали еще речевые модели перезарядиться не встанем в укрытие чего выпендриваться менять и не мешать там еще может вылезть ясно почему мне не ясно попробую попал то спасибо так нужно сюда встать что без особого риска я уже хотел бы сказать без особо и без особого толку так флешим флешим точнее попасть и почти убить отлично зимов всегда зимов принц тайтон армаром двигай родной так теперь вот эти камикадзе но вот эти камикадзе они меня заманивают там еще и золото будут есть еще сюда высунуть их увижу с триггерами опять начнется куча мяса не непонятного и не нужно добей эту клоунаду а ну да первый ход меха если это кинетик страйк позволяет еще походить второй раз шикардос забыл вообще вообще забыл про эту тему 70 60 70 по снайперу я согласен хорошие шансы но эрнест промазал болс 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 надо налить себе немножко чуть чайку то нервы нервы и муж ужас просто и ты что ты стреляет он по эрнест прижали тебя эрнест не прижали тебя успокойся все в порядке да не прижали тебя эрнест не спустя мной команды рассказал тебя не прижали значит не прижали все успокойся смотри развел панику так вопрос в том как я буду дальше двигаться в принципе у меня будет преимущество по высоте соответственно дополнительный м по противникам что есть найс но в главном зале по моему должна быть какая-то приколюха которая должна меня приколоть приколюшно меня уже прикололи мутон элитам и сектоидом правда я очень злостно с ними разделался чтобы они не думали о себе лишних вещей ненужных поэтому я думаю что мы не ну там по-любому пара мутонов будет или какая-нибудь фигня там еще типа мехтоидов там вот такая неприятная штука будет по-любому так мы можем тупо с кулачины убрать вот этого парня с картин как бы разведывать все равно надо почему бы не разведать так ракетчик есть опа там еще и кто-то а медик сбежавший а нормально у пацана хелсов до 24 пятнашка пятнашка 14 дайте мне таких ребят не то чтобы я завидовал то чтобы я завидовал я произносил тут конечно все своей взрывчаткой теперь самому негде встать можно конечно продолжит просто разносить взрывчаткой и не париться зашибись вода так вот этих пацанов надо убирать пехоты нашей до майнд мерч таки натур он хилит ребята он хилит на 6 на шестерик так если внизу вот тут что то есть я сейчас сделаю очень глупую вещь а ля гер ком а ля гер так да без патронов тут делать нечего мулька правильно понимает ситуацию там вроде бы никого нет единственное на что я могу рассчитывать тяните труп и завишу вас об а я тебя вижу а я только тебя и вижу лажа с дробовика лажа такой дистанции ну и смог смотрите на него бессовестный эйс может на крышу отправить породится десантёров все может сработать у меня запрыгивать или есть нет ли на крыше какой-нибудь дряни которая меня за это покарает может быть даже анально так мне надо разобраться с этими золотами для начала стоп это полное укрытие общую огонь дамит говорится в такие сущные тут нас фланговать буду да еще вся эта стенка готовится рушится моя любитель и языки так ты кого-то видишь зимов ой родион извиняюсь извиняюсь флаж может не убить пробуем убить сесть на промах а там еще ракетчик внизу этот парень с тубусом за спиной почему с этих краев это кавер а с этого края это не кавер кавер версия кавера а какая смешная шутка да так тут ковер горит правда не люблю когда ковер горит тупо поразрушал все возможные укрытия для себя самого но это позволило нам очень эффективно открыться на этой карте опенинг у нас был господа опенинг так тут горит шкаф но я надеюсь единственное что я могу надеяться то что он не сгорит весь эдварду не достанется из-за моей туристиной орехи это был дэш ход ай блин надо собраться и быть внимательнее потому что вот такие ну вы это welcome to bronze 5 файт блин секрет шансом так так замачивал вот выстрел сделать пацана подранить может кто-нибудь еще убить этого смуз мудрика всем элегантный путь ты хочешь выбрать земф элегантный еще не скажу пробить крышу головой зимф беру бы перезарядиться мне нужна его ракета вон там остались два меха и к часам берем гарантированный килл снижаем количество пацанов которые могут нас убить отправляем его вниз тусовать с друзьями да блин это подставил капитально на самом деле мне это не нравится сейчас ракета сюда просто пойдет будем как раз с ракетой дружить будем бейтить ракету на мехов которые возможно все вот это что внизу там живет переживут 90 процентов выбить ракетчик да я должен рискнуть отлично минус один так я могу попробовать пульнуть по этому пацану или могу попробовать гранаты кого зацепить или какого-то другого пацана вальнуть 48 66 блин какой он жирный оппортунист suppression кренадир aggression lightning reflex resilience covering fire bombard шарлай шесть этот пацан во-первых попадать будет всегда во-вторых стрелять два раза в ход кидать гранаты на запредельную дальность реак этот овервотч может ставить имбовые lightning reflex у него по нему овервотч не попадают у него криты усиленные то есть он критовать будет из-за того что он видит много наших у него куча гранат он может супрессить еще и блин на овервотчах у него стопроцентные учит это это просто жесть вот этот один пацан может пару человек положить изи включая наших мехов или рискнуть и попытаться тупо убить одного из них не ну тот пацан будет два выстрела делать это это беда надо ему подрезать хелс и хотя бы что может быть как-то его точности снизить 7 damage reduction жесть только только не говорите что у эда укрытия нет нормально 11 да ладно 11 вы сломали вы сломали себе мозги что ли чем то я не знаю 11 лазерный с пим лейзера винтовочки у него максимальный дамаг пум 6 не критовый базовый вы сломанули голову себе напрочь 11 серьезно 11 это притом что там дамыш не дакшин меш и у пацана усиленный крит шанс то есть он еще помеху стрелал там снижен крит шанс на 50 процентов вы понимаете этот пацан может это шотнуть без крита а остальных шотнуть а много кого меня может шотнуть без крита я уверен что с критом он может шотнуть вообще любого пацана в нашем отряде ага шанс крита у него будет значительный давайте назовем это так сейчас сейчас я посмотрю его перки еще раз где мех это этого видит по любому да да видит попробуй попади анон в хай кавари так где-то а греш то есть 30 у него будет потому что он будет видеть нас по любому а тридцатка десятка за адреналин сервич и шарпшутер десятка за пацанов хай кавари который с ракет у него просто базово если пацан без укрытия 90 плюс у него какое-то на пухе по моему десятка из 50 у него базово даже когда мы в укрытии шанс крита когда мы в полном укрытии 60 то есть это просто вот бросок монетки жизнь или смерть бросок монетки что ребята вы готовы бросить монетку добро пожаловать в экскон я надеюсь что вы готовы выбросить монетку офигеть это реально просто бросок монеты орел или решка жизнь или смерть как бы пафосно это не звучало блин все медики где-то в дальних краях назовем это так блин флэш с его майн мерджем превращается в рэнджового хиллера то бишь в имбу слушайте люди флэш просто наш это вот я не думал что майн мердж дает хеллс а он дает и отхиливаться тем самым можно то есть флэш сейчас будет самым главным нашим солдатом в этой баталии так надо перезарядиться заранее не ну этого то надо уводить у него один из их хп его шутнуть может этот парень вообще не глядя и шуковери он в него попадет сейчас у нас будет здесь гэмбл плюс 20 как бы дефо то есть минус 20 к шансу попасть противника дает это граната офигеть просто вот этот вот пацан супер мясной супер мид бой блин естественно да пси паник конечно в основном а я еще эллинов боялся и мутонов конечно мутонов боятся в лес не ходить так парень выдвигаешься сюда блин вот тот чувачила чикатило блин тут же лестница забыл забыл не великознить не великознить постой паровоз не стучите мне в лица конечно же там не лица понял а то на что надевают противогаз блин земсерьезно ты всех этих пацанов не видишь зачем я тебя вообще на эту крышу заводил так я сделаю хард сейф вот в этот самый момент я хочу посмотреть нормально ли у меня пишется все это что-то подтормажит заметно странно очень я надеюсь что все нормально пишется да все таки пишется слагами и тормозами наверно будет ну что ж слушай эйс а ты можешь каким-то неведомым науки макаром попасть на крышу к сожалению похоже что нет это было бы слишком круто чтобы быть правдой так что же делать мне скипера надо сначала отбить разобраться в общем то он выйдет на на позицию для стрельбы ракеты на следующий тур потому что на этот все таки шанс промазать есть достаточно приличный там уже пацаны без кавера можно в принципе так просто взять выстрел ой хорош ой хорош немного но тем не менее очень приятно эйса подставим под удар но для нашего выживания это очень важно но эйса пса пса и граната есть которая режет по точности прочие возможности потому что вот этого мега перекача восьмидесятого лэвла надо валить всей пачкой моих пацанов так сто сто пятьдесят восемьдесят восемь так убрать с картины надо вот этого парня отлично крит фух е так шестьдесят пять дэмэдж внести или добить засранца а че у меня два юнита осталось дам но этот мне не опасен по сути а вот этот опасен мать меж двадцать пять процентов крит шанс дает да надо воспользоваться или не воспользоваться можно и так не блин пристреляться времени нет прикинь еще еще так парень под флэшбэнгом вырывать оппортунист с тобой наверно но его овервочи злые он даже он овервочит не только на перемещение но и на выстрелы овервочит без пенальти стандартного на овервочи к точности и прочим вещам и вообще дважды понял овервочи за тур мы не стриггерили овервочи хотя хотелось бы на самом деле так боже мой земф ну почему ты никого не серьезно ну тут плажа какая-то будет один процент шанс попасть ну в принципе да это дробовик как бы че я ждал ну мы подхиляли нашего меха немножко по-моему на 2 хп всего лишь ну блин оно того стоит блин реально флэш превращается в машину по слиянию мозгов для лечения пацанов вот ну а у меня просто тупо нету особо возможности воспользоваться блин медгитами но отсюда я не буду видеть вот того овервочера зачем я делал манмерш кто меня знает мне же придется сейчас это а точно я похиляться просто хотел так вот видишь вот это вот видишь печалька ну ну земф рискнем тобой нечего вот тем ты реально надо мной стебешься ты реально надо мной стебешься я уже жалею что пацана на крышу вывел честное слово так еще и медика блин который мог бы здесь очень даже приходится так ладно хоррель лирику разводить нас не видит мы не видим пацана значит он нас не видит поэтому можно спокойно стрелять о опять этот баг с овервочем связанный перезаряжусь так эд а если ты сможешь как нить пробежать так чтоб тебя этот засранец не увидел и вообще недолго и auch а я думала нее spots а он увидел но посмотрим повезло повезло просто повезло д Esa он решил нас не убить Так, в принципе, я так чувствую Что проще будет справиться Со свитой сначала Просто перебить их Чтобы не мешать Он всей пачкой навалится до этого психа Да Проще расправиться со свитой Это я, конечно, забавно выразил Свой протест против реальности Так Пожалуйста, мне Слушай, я заманчиво Как бы туда толпануть Но нет, скатер очень большой Разнос Поэтому мы будем бить туда, куда попадаем А именно продолжать В тупую лупить всем, чем можно В этого пацана Ну, это херовая ракета Даже выгоднее даже вот так ракету Пойнуть Чем то, что я сейчас собирался сделать Но мы сняли овервотч Правильно? Правильно А дальше-то че? Дальше мы эйса выводим вот сюда Ис видит пацана Да, эйс? Да, ну, 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 да Видишь пацана Не отмазывайся Убить его придется как-нибудь Если скипер его не увидит Скипер его увидел Скипер может не попасть Скипер попал Все, вопросов ноль к эйсу Так Кача Беда в том, что вот этот вот Хороший человек Может и не очень хороший человек Нас напрягает здесь За своему овервотчу Блин, я эйса подставляю, конечно Как до этого эда подставлял Нужно за фул кавер сойти Шанс хотя бы один выстрел пережить Да, надо за фул кавер заходить Так, а ты все еще видишь этого Выкрутасника, да? Могу ли я рискнуть мехом? Хороший вопрос Я думаю, что нет Да, этот овервотч Это как бы я понимал Что с ним Ой Пятерка Не очень хорошо Но я не хочу Поставляться Под вот этого пацана Который может устроить Бадабим Бадабум Бадаба Ага Ход мой был полностью Бесполезен Поэтому Ну Может Не абсолютно Бесполезен Лишь частично Продолжен делать демидж Поэтому Психу Психа Перекачу Сильно близко Я подошел Ааа Ну теперь У вервотчей нету А у земфоходов Нету Короче Земф пока делает На моем вервотч О-о-о-о-о-о Лайтнинг рефлексы Ну да Я забыл Из-за того В кого он стрелять будет Если в меха Это Это беда Этот мех Подраненный Я вервотч снял Лицом Окей Пятерка Демидж редакшн Тупо спас И он И он Выбил мало Да Демидж редакшн Решает Конечно На мехах Так Хорошо Что у него регена ХП нет Мега лаг Просто Что у него Нет регена ХП У этого Парня И земф Снова полезный В своей модной броне Ура Товарищи 92 281 Давай 81 Возьмем Молодец Земф Вот просто Просто ворвался Сломал потолок И весь из себя Полезный Весь полезный Земф Каждый грамм Земфа Был полезный Иду на точку Ну вот это Пацан совершил Большую ошибку Он сократил Дистанцию И подарил Нам победу Но счастье Было близко Для них Мехов Моих могли Разобрать В принципе Если бы Противники Сыграли Поумнее Как бы это еще Не закончено Еще один парень Истался Но это уже так Это уже на самом деле Закуска Говорят Честь по чести 68 А еще кто-нибудь Может подстраховать В случае Если мы промажем Кача может Подстраховать Ты подстрахуешь 95 50 Ага Ну подстраховывай Ты же офицерша Последний килл за тобой И Сделано Молодцы Пацаны Итак господа Поздравляю Вы сделали это Ребята Вы это сделали Мы это сделали Мы взяли И уничтожили Организацию Экзолтов Блин Этот последний пацан Заставил меня Поволноваться Очень сильно Когда он 11 Выбил Обычная атака Без крита Причем у него Наверняка Еще какие-то Генмоды На крит Были Прочие Ереси Типа Прокаченных Критов Но мы Смогли Мы Смогли И Первый Первый Наш Боец Максимального Ранга Качасан 22 миссии 75 Убийц Ближайший К ней Это Родион И Зан У него 59 У меня уже 59 Но Она мой лучший Боец Вот как я ее Люблю Кошмар Правда Так Оооо Тавчойс Называется Виталпоинт Таргетинг Дает Дополнительные Два Дамага Против Тех На кого У нас Есть Автопсия Что Конечно Для Инфантри С Учетом Нашего Крита Билда И Прочего Ну Жидать Конечно Бездну Всего И Также Эйм Три Выводин Что Неплохо Иммунитет Крита И Рэпид Фаер Два Выстрела За место Одного Ну Два Выстрела Ладно Это Это Решу В принципе Потом Всем Спасибо За Хорошую Работу В этой Миссии Мы Это Сделали Мы Взяли Следующая Миссия Это Базы Пришельцев Оставшиеся На земле И Плавное Продвижение К Победе Над Злобными Тварями И Выкидывание Их С нашей Прекрасной Голубой Планеты До новых встреч Господа Продолжение следует